Приветствую вас. Значит, давайте мы с вами будем разбираться с тем, что вы написали. Значит, первое, что хочется отметить, это то, что развод это травма, это тяжелейшая травма, надо сказать. И что в ней, в этой травме содержится, конечно же, огромный кризис отношений. Кризис в первую очередь вашего отношения к себе, кризис в первую очередь вашего восприятия себя самой. Вот. И как бы вот, я думаю, что то, как вы к себе относитесь, да, то, как вы к себе относитесь, и определило все, что с вами по итогу происходило, определило то, что по итогу было у вас. Я думаю, что в первую очередь нужно вам переформировать свое отношение к себе. Ради чего вы выходили замуж, например? Откуда такая спешка за мужем 20 лет? Если родители были против, как вы это воспринимали? Из-за чего были ссоры с мужем? То есть, ну, то, что он... Вел себя так, это, конечно, с его стороны ответственность, но и с вашей стороны тоже ответственность. Ведь вы позволяли ему так вести себя с вами. Вот. Я полагаю, что с этим и нужно разбираться. Я полагаю, что в этом и кроется одна из причин. В ответах на эти вопросы и распутывание этого клубка. Далее. Следующий важный момент заключается в том, что вас сейчас ничего не радует... и апатию. Ну, на апатию существует несколько разных точек зрения. Ну, вот. Как мне кажется, они дополняют друг друга, поэтому давайте я вам сейчас как-то немножечко расшифрую это состояние, да. А, значит, апатия, это реакция психики на действие, на воздействие на человека нескольких центробежных сил. Например, то, что я должна делать, то, что я хочу делать, то, что мне нужно делать, да. И эта реакция психики является защитной, то есть она защищает вас от, скажем, развеяния личности, от сумасшествия, да, от, возможно, даже психосоматики. Вот. И в этом смысле необходимо проанализировать, в этом смысле необходимо проанализировать то, вот, собственно, какие силы на вас влиять, какие силы оказывают на вас воздействие. Это мне представляется очень важным. И, соответственно, что из того, что на вас воздействует, является вашим, то есть, ну, вашим, в смысле, естественным для вас. А что нет. И по какой, собственно говоря, причине. Дальше. 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 Вы пишите, что вас ничего не радует. Вас ничего не радует по следующей причине, по следующим моментам. Ничего вас не радует по тому, что вы потеряли свой личностный смысл. Если угодно, давайте назовем это именно так. Вам необходимо сравнить то, ради чего вы жили все это время, ради чего вы боролись, ради чего вы терпели, ради чего вы, там, ломали себя и так далее. Вот. 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 Ну, сейчас. Ради чего все это было вами сделано. Ради чего, для чего, с какой целью, какой был мотив. Все вот эти истории необходимо определить. Это важно. Это очень важно. И после этого необходимо, необходимо также, чтобы вы подумали. Подумали. А вот. Сейчас. На данный момент. Чего я. Хотела бы. Что мне. Ну. Что мне нужно. Что для меня важно. Что для меня. Ценно. Ценно. То есть. Вполне возможно, что вы очень долгое время принижали, себя обесценивали, себя наступали себе на горло. Вот. Не позволяли себе быть, значит, той, той, кто вы есть и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и, естественно, это на вас, вот и влияло достаточно негативно. И именно отсюда, именно по этой причине, именно по этой причине, вы и не испытываете сейчас от чего-либо радости. Ну а как? Как можно испытывать от чего-то радость, если вы привыкли себя обесценивать, если вы привыкли приносить себя в сердце. Вот. То есть здесь нужно искать новый смысл. Новый личностный смысл. Вот. Это, конечно, работа. Это, конечно, не так, чтобы просто, да, вот. Но, тем не менее, тем не менее, что это можно сделать при желании. И, ну, при наличии потребностей. Вот. Бороться с этим не нужно, не нужно никак. Правильно вам написал один из моих коллег. Бороться с этим не нужно. И вот почему, почему. Дело в том, что ещё одно определение апати, ну а точнее даже, ещё одно определение апати, а продолжение определения апати, да, это то, что человек, чувствующий апатию, блять, напросто не хочет делать то, что он делает. Это означает, что вот то, чем вы сейчас занимаетесь вот на данный момент, вы этого всего не хотите. Вам это всё не нужно. Вам это всё не интересно. Но вы занимаетесь этим скорее по привычке. Вот. Просто по привычке. И вот уже, что мотивирует вас оставаться в такой, своего рода, ну, может быть, зоне комфорта. Да, можно это так назвать. Это уже вот большой вопрос. Может быть страх, может быть неуверенность в себе, может быть ещё какая-то выгода у вас есть. Ну, просто это нужно выяснять, это нужно смотреть, нужно исследовать. Вот. А дальше, дальше искать, эээ, искать стимул для того, чтобы, эээ, что-то, что-то делать новое. Если, эээ, не ради себя, да, если не ради себя, то, хотя бы ради ребёнка. Вот. И начать я рекомендую вам с, эээ, требованием от мужа, эээ, с того, что вам нужно. Нужно. С того, в чём, эээ, вы, ну, нуждаетесь, того, что вам, эээ, необходимо. Вот. Я думаю, я думаю, так. Я думаю, так. То есть, если вы, эээ, не будете стремиться к тому, чтобы забирать своё, если вы не будете, эээ, значит, эээ, если вы не будете бороться за своё, то, ну, история будет именно. Спокой. Вот. Так. Я, в принципе, думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Отдельно, конечно, рекомендовал бы вам поработать с вашими чувствами. То есть, подумать вот, поисследовать. А, какие, какие чувства вы испытываете, например, чаще всего, да, и какие чувства, как бы, вызывают у вас сопротивление, скажем так. Что-то вот, и да, и откуда, как она природа, этого сопротивления. Вот я думаю, что, эээ, на эти вопросы тоже нужно предсказать, вам нужно учиться слушать себя. Вот. Вы совершенно правильно сделали, что развелись, совершенно правильно сделали, что не хотите теперь иметь что-либо общее с мужчиной, с вашим, потому что он, скорее всего, не изменится. Но это не означает, что вы не можете требовать то, что принадлежит вам по праву. Ну вот. Соответственно, если проблемы с самооценкой и с уверенностью в себе, и с принятием себя, и восприятием есть, то с этим вам можно помочь, мои коллеги или я к вашей услуге. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться ко мне в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!